всем доброе утро сейчас около 10 10 утра уже скорее всего я иду на цена завод пышком потому что надо забрать еду для хатика у бабушки она принесла с работы и попросила забрать погода у нас сегодня прекрасная у нас уже несколько дней такая держится на улице тепло, солнышко светит хорошее, такое знаете теплое и снег места метает я сейчас уже иду вот здесь по полю вышел из леска красиво сегодня очень хорошая погода была у нас только ветер был немножко холодный и небо было чисто и небо вообще сейчас стало знаете такое такое только знаете весеннее все равно вот весеннее небо и зимнее небо они как-то отличаются ну как по мне и небо у нас теперь стало более весенним так что ладно я иду на цензавод осталось мне еще немножко я уже скоро дойду так что ладно все я пошел дальше вон уже посмотрите виден цензавод начинается я тут как раз уже по дороге иду и вот все вот все вот я уже подхожу здесь тоже открывается в принципе неплохой такой вид вот видите вот этот красный странный дом я вот сколько всегда помню он всегда стоял заброшенным он типа такой странный стоит у дороги один ну короче не он всегда оказался очень сильно странным вон туда подальше у нас живои идут в ту сторону а здесь лежит цензавод здесь тоже есть частные дома частные коттеджи мы тут когда-то смотрели дом когда хотели покупать вот свой но мы потом подумали что нет мы все же хотим поехать с цензавода и и трепраться в город вот такой вид открывается вон уже дома и прабабушки вот этот вот и в этом же дворе у меня живет бабушка так что ладно все вы тут спускаться тут надо очень аккуратно спускаться тем более в валенках так что все выключайся вот он кстати этот дом про который говорил которые запрошены и раньше в детстве но мы же были детьми на и мы всегда его боялись и у нас была такая мысль что в этом доме летают какие-нибудь призраки поэтому здесь никто не живет для вообще расположение сам дом очень странно и поэтому в детстве мы его чаще всего просто боялись раньше тем более когда еще не было здесь рядом с ним коттеджи и он был как в один в поле такой стоял и забор ничего не было так что вот такая вот история с моего детства раньше мы думали что это дом был с призраками очень мистическое слышите как красиво черекают птички вот это вот знаете совершенно красиво как да это знаете первый признак приближения весны потому что прилетело много птиц обратно и их тени очень приятно слушать потому что это уведомляет нас о том что уже скоро совсем идет весна вообще кстати здесь знаете иду и смотрю следы своей бабушки типа моя бабушка тоже сейчас в город ушла утром и я смотрю ее следы ну я точно знаю что это ее следы потому что тут все такие знаете группы мужские и вот только вот одни такие женские так что у меня такой всегда челлендж я уже не первый раз когда хожу потому что моя бабушка вообще она придерживается того что надо ходить тышком что это полезно и даже врач сказал что это да полезно и чтоб они видно что это хорошо влияет на нее да и вообще на человека влияет так что ходьба поэтому я теперь тоже хожу на сам завод всегда тышком не помню даже когда последний раз на автобусе ездил так что вот так вот так что иду вон уже доники сейчас зайду к прабабушке мне надо ей дать одну штуку и потом пойду к бабушке у нее ключи есть если ее нет дома хорошо что взял ключи от квартиры прабабушки тоже потому что я сейчас дома нет ушла видно куда то так что все я ей оставил все что надо и теперь пойду к своей бабушке за едой посмотрите кстати как красиво солнышко светит так классно падает эта тень все ребята я уже дома пришел переоделся мне сейчас уже на кухне я кстати когда шел выходил от бабушки своей проходил дом своей прабабушки смотрю у нас стоит у подъезда короче в магазина находила в итоге и потом когда я уже обратно пошел пешком то увидел что моя бабушка уже идет из города так что с ней еще тоже стояли разговаривали сейчас уже время пол первого я только недавно пришел домой и сейчас будем кушать и кстати хочу показать мы все кто говорил что у нас здесь темно но теперь вы можете быть спокойны мы сделали сюда светодиодную ленту теперь здесь светло и очень даже вечером удобно снимать классно да так мы пропустили по низу шкафчика с двух сторон и теперь вроде даже как-то лучше да снимать и даже так знаете смотришь сюда и теперь как-то даже непривычно сюда смотреть потому что это не так как раньше темно было и еще кстати хотел ответить тоже на вопрос задавали уральские соловьи они задавали вопрос про то саны ли мы строили свой дом дом мы строили не сани нам строила фирма застройщиков из Екатеринбурга и что рассказать то еще дом у нас снова в нем раньше никто не жил кстати это было принципиально чтобы дом был новый и раньше в нем никто не жил поэтому в принципе мы сюда не переехали и живем мы здесь с 2012 года получается 7 лет это уже идет восьмой год ой подождите это идет девятый год мы здесь живем 8 лет и это идет девятый год так что вот так и сейчас будем кушать хотим покушать Фафа сейчас на работе он не приехал на перерыв так что мы с мамой хотим покушать кашу поэтому мы сделаем кашу так что ладно все буду готовить сегодня кстати никуда не хотел идти больше знаете бывают такие дни когда тебе просто хочется посидеть дома и ничего не делать ну типа никуда не ходить и не решать никакие дела но в итоге мне надо будет сегодня еще тоже идти в автеку в городе надо забрать заказ но я вообще никуда не хотела идти не знаю это у меня бывают лично такие дни когда ты хочешь просто так сидеть дома и что все ничего не делать и никуда не ходить и во все все поставил вариться кашку будет каша из геркулеса и параллельно хочу еще потерять микроволновку у меня так то вроде чистое но знаете вот отпечатки все равно остаются потому что видите да потому что она такая как это металлическая что ли ну короче материал такой что на него все отпечатки видны ну так же думаю внутри чуть-чуть обтереть но так то внутри она у нас чистенькая все хорошее потому что пользуюсь я ей не часто так иногда когда что-то надо сделать и протираю кстати я все на кухне то есть микроволновку духовку посудомойку этот холодильник газовую плиту я протираю это все обычными влажными салфетками для упорки очень кстати удобно я даже на втором этаже я не стол протираю мне там тоже пачка дышит отдельно так что сейчас буду протирать все я уже на втором этаже я и хочу сказать вот про этот свитер потому что многим он понравился вот предыдущего ролика в антисаде этот свитер мне подарили это подарила свитерня Галина Анатольевна это ручная работа сделан он в Индии натуральная шерсть это вроде бы не знаю что это за ткань но это вроде шерсти очень теплый он кстати большой потому что когда выполнение его дарили на этот свитер я похудела он мне еще более большой висит на мне но мне это нравится идут большие вещи тут вот есть тоже такая вот эмблемка красивая тоже очень классно смотрится так что этот свитер не подарили всем спасибо кто написал что он классно выглядит да он действительно очень классно выглядит и классно сидит на мне мне нравится ворот его и вообще свитер просто супер я сейчас кстати собираюсь в магазин да он все еще здесь стоит я знаю я собираюсь в магазин уже у нас солнышко ушло как то небо такое хмурое стало знаете так что собираюсь в магазин еще думаю заплатиться идти за учебу сразу же по дороге все ребята сейчас мы с вами будем готовить куриные котлеты в парке с вами вакуриные котлы и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Добавляем сюда различные специи, которые вы любите. Например, у меня это будет стерец молотый. Здесь у меня как обычный, так и белый. Вот так вот. Так, соль добавляем сюда. И добавляем, что у меня есть какая-то приправа для курицы специальная. Тоже ее добавлю вот сюда. Вот так. Так, и посолим. Посолим мы с вами... Ну, пока что примерно вот так вот. С чайную ложку. Все, перемешиваем. Так, все, вернемся к вам чуть-чуть позже, когда все хорошо перемешаем. Так, вот такие вот у меня тефтелины большие получились. Соус я сделал, я солил немножко воды и сливки. Так же посолил, добавил кудик, отнина добавил. И теперь все это отправляем в духовку на 190 градусов минут. Не знаю, до готовности, короче. Так, все, вот и готовы наши котлеты с гречей. Вот такие они вкусные получились. Вон, в разрезенности, так не вилкой. Ребятоньки. Очень красиво. Ой, аж фар пошел. И, кстати, вот так вот выглядит наша подсветка вечером. Ну, это от вытяжки, а тут очень красиво. Теперь здесь удобно снимать. Никому темно не будет. Все хорошо живет. Так, в комментариях поступало много вопросов моих. И на канале мамы, как оптимизировать свои видео, как мы вообще оптимизируем видео. И теперь мы решили показать, как мы оптимизируем видео. Сразу же на мамином компьютере. В общем, я пока буду держать фоку, а мама будет рассказывать. И я буду походу приближать и показывать вам. Так, оптимизацию видео нужно начинать с самого начала. После того, как вы смонтировали ролик у себя на компьютере, самое важное, первое, вот допустим, вот здесь вот, у нас неправильно, вот у Владика мы открыли специально старый, видео его, чтобы показать вам. Видите название файла? Это когда мы файл загружаем именно на YouTube. И нужно прописывать сразу же ключевые слова в названии. Допустим, вот я покажу. Я вот у себя монтировала видео, да, свое. Вот сразу видно, я в исходном файле пишу названия ключевые. То, что по поиску, допустим, шапка, я жам пальцами, руками, досидится крючка. То есть, когда, допустим, загружаешь на YouTube, уже будет в исходном файле будет уже ключевые слова поиска. Видно. То есть, это хорошо. Вот здесь будет отображаться. Уже будет видно. Так, значит, следующее. Значит, так с описанием. Что делать с описанием? Описание... Это вот у нас, кстати, старое описание подробно, которое выложили. Мы вот это все удалим. Вот. Значит, сначала в описании лучше ставить всегда название видео. Вот сюда я не знаю, как это работает, но это работает. Да, самое первое. Да, самое первое описание. Оставьте, значит, это следующее. Следующее, а дальше уже пишите описание своего ролика. Допустим, да, вот здесь у нас, например, вот это видео, а здесь у нас про шиншиллу. То есть, у нас есть уже видео про шиншиллу. Вот я просто отсюда скотирую вот это вот. Все. Кстати, примеры вот таких вот описаний можете посмотреть вот любым последним роликом. Вот видите, вот здесь вот у нас правильно указано название файла. Шиншилла, сухопутная черепаха. Ну, то есть, как бы, что в ролике есть, то у нас здесь вот и написано вот здесь. Потеревдовать. Оптимизировано. Так, значит, сюда вставляем. Тут тоже у нас про шиншиллу. Вот видите. Все. Здесь про шиншиллу. Здесь ссылки на себя, там, где вас можно найти и так далее. Вообще все социальные сети. Вот, значит, вот так делается описание. Дальше. Видите, у нас вот SEO. Оно такое маленькое, низенькое. А вот, чтобы у вас было видно вот это вот SEO. По-моему, изначально, я забыла сказать, надо было в самом начале. Нужно загрузить вот такой плагин. Вид IQ. Установить в браузеры. Они устанавливаются в Google Chrome, в Яндекс и так далее. Ну, говорят, что... Просто выбирайте вид IQ в поиск. Да, вот этот вид IQ. Как бы, говорят, что нельзя устанавливать в оперу, но я установила даже в оперу. То есть устанавливается вот это вот. И когда вы вот это установите, у вас как бы тут будет видно. Ну, вот, например, как вот здесь вверху. Да, вот это вот. Вот это все показатели. Тут фактишки, сколько смотрят за семьи, сколько смотрят. 48 часов. Да, вообще все данные. И вот это лист оптимизации. То есть это все, вот видите, тут количество тегов, популярность. Вот это вот у нас все старые. То есть, допустим, вот это... Не старые она имеет в виду. Да. Вот. Вот это где-то старые теги. Как видите, их мало. А, кстати, как прописывать правильно теги. Потому что некоторые... Да. Видите, здесь вот нас сейчас 10, да. Давайте вот это все полностью уберем. Здесь нам это... Ну, не нужно это... Неправильно вот тут написали немножечко. Сейчас. Ну, кстати, так потихонечку и... Актинизировано. Актинизировано до старой ролики свои на канале. Вот видите, все убрали, все здесь вот. Ноль. Село ноль. То есть изначально что-то пишем. Главный тег это название ролика. Да. И самый первый тег, он как бы самый важный. Допустим, здесь у нас... Здесь мы показываем шиншиллу. Давайте... Теги, смотрите. Просто тыкаем. Пишем. Шиншилла. Дальше нажимаем кнопку... Энтер. Энтер. Вот это. Вот видите. Вот это просто осталось. И дальше так каждое... Да. По слову или слову сочетания. Допустим, тут даже видите, вы когда пишете... Шиншилла. И видите, тут выпадает нам. Вот здесь вот. Уход там. Шиншилла и кот. Шиншилла прыгает. Допустим, вот где вот этот Шиншилла уход нам подходит. Мы его тоже сделали. И вот видите, село поднимается. Так, допустим, дальше пишем обзор покупок fixprice. Тоже вот сделали, значит, такой тег. Да, видите, оно растет. Название ролика обязательно делаем в теге. И название... Название просто копируйте. Вот, копируем. Его не обязательно... Даже изначально его надо смотреть. Его даже частями. Допустим... Ты всегда делаешь полное название тоже можно. Но это вот потом сделаем. Мы самое первое... Мы всегда его затокидим. Давайте, допустим, например, кажется, вы... Вот это мы раз скопировали. Так, скопировали сюда вставили. Раз, значит, потом... И все сразу выросло. Было 2.4111.1. Так, следующее, допустим. А так, вот так вот можно скопировать. Вы понравились. Тоже, значит... Сюда оставляю. Сейчас я его изменю. Семнадцать, видите? Уже семнадцать. Так, дальше... Понравились Тоши сделаем. Уже, кстати, в теге канала можно написать... В теге под видео, точнее, можно писать название канала. Так, двадцать девять уже. Угу. Так. Так. Кто мою маму сделаем? Вот он уже, смотрите, ранжированный, видите, стал. То есть, если кто-то в поисковике наберет, понравились Тоши, то сразу выскочит первым ваше видео. Ну, наше, конечно. Вот уже тридцать пять лет я поменялась. Да. Допустим, вот сейчас еще вот так сделаем. Моя мама. Моя мама. Так. Сейчас, смотрите. Так, там ставите сорок три. Сорок три, видите? Так. А потом, значит, вот эту циферку тоже скопируем. Сюда тоже вставляем. Вот. И, видите, допустим, вот здесь вот тут видно. Вот, можно пятьсот букв написать, да, символов? У нас сто тридцать семь. То есть до пятьсот нам уже есть. Сколько добавлять? Правильно, что я смогу. Вот здесь еще облоги сделаем. Вот здесь у нас разбор. Так, облог. Потом, значит, теперь мы сделаем полностью все. Вот это название копировать. Значит, тоже сюда ставим. Вот. Уже сорок восемь у нас уже, видите? Так, теперь мы название канала. О, зарядки у меня уже не гаят. Ну, уже почти все. Название канала. Потом, значит, сделаем... Потом, знаете, можете писать теги, например, свое там имя, фамилию. Дальше город, например. Это еще всегда не в Янск, там. Чтобы это все тоже выходило. А, дальше, что там, Светловского область, да. Вот такие теги. Такие. Ежедневные влоги еще. Не забудь, кстати. Да, видео каждый день. Ну, вот такое, знаете. Дальше уже такие. Так, что-то у нас все там записано. Так, ну, когда все-таки просто сел. Села 51.8. Так, вот и записание, допустим. Так. Допустим, все-таки, он, например, на вот крупную белку. Так, я так сделаю. Шаншила крупная делка. Вот, так, значит. Извести. Что здесь это написать? Ну, йорки там еще были встать. У нас еще. Нурчурский дерьер. Йорки, ёлки-то все добавляем. Щенок Йорка. Не-не. Ну, вот, смотрю на сел. Сел на 53.7. Да. Какой это уже нормальный. Это будет учет от того, что здесь еще не сделаны нормальные. Нормально конечные заставки и подсказки. Да, обязательно надо. То есть, если сделать еще конечные заставки и подсказки, то все подняются до 60. В общем, не забывайте про теги под видео. Потому что они продвигают ваши ролики. А то у некоторых смотрят еще ролики хорошие, но тегов под видео нет. Через Vita.IQ, кстати, можно посмотреть теги на других каналах. Да, видно. В общем, вот так вот мы и оптимизируем наши ролики. И новые, и старые. На новых роликах у нас уже сел доходит до 70, 70 и выше даже есть. В общем, самое хорошее, если в идеале это будет, допустим, когда низкая сел, циферки красным цветом, когда желтеньким, это уже нормально. А если циферки зелененькие, они где-то примерно, когда 68 с чем-то, они уже начинают быть зелененьким. Не, не успокойся. И 70 тоже уже, соответственно, получается. Они зелененькие. В общем, короче, оптимизируйте свои ролики, пользуйтесь. Пользуйтесь. Не благодарите. Так, ну ладно, все. Я, в общем-то, буду заканчивать этот ролик. Камера уже разряжается, так что сейчас будем мантировать ролик. Всем спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте подписаться на меня. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok